Ростебежского государственного университета Михаила Петровича Федорукова. Доброе утро, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Я рад вас здесь приветствовать в университете, в аудитории 3107, которые будут носить, вернее, в другое, в системе 2-го ректора Ленинградского университета Михаила Петровича Федоряева. Эта школа является традиционной, она действительно является 42-й. Но Александр Викторович, наверное, помнит, когда она начиналась, и, наверное, был бы тоже. Стоял, так сказать, в университете, действительно, где школы летние проходят, и, конечно, вот, летняя республика, потому что школы, она более массовая, тем не менее, здесь собирается достаточно много народов, вот, в школе юных праздникистов из различных регионов России, в Новосибирске, в городах России. Мы рады вас здесь приветствовать в этой территории. Я думаю, что, конечно, это полный зажерк, я расскажу, поскольку выезжает в Мурмисово и все основные мероприятия, так сказать, что там, тем не менее, если будет возможность ознакомиться с университетом, с Академией Роганом, мы готовы вам помочь, мы будем, что вам здесь понравится, и мы по окончании школы обязательно сюда приедемте, сходите сюда к нам, я думаю, вы не ошибитесь, и вы не ошибитесь, я вас поздравляю с начала школы, удачного момента проведения этой школы. Я думаю, что хотелось бы покрывать вам так же хорошо, потому что школа, это не только проведение занятий, мастер-класса, но и найти новое участие. Поэтому доброе значение, всего доброго. Спасибо. Аплодисменты. Так, Академия Северситета науки, образования и инновационной политики, да, правильно? Владимир Николаевич Юкин, пожалуйста. Аплодисменты. Приветствую. Аплодисменты. Аплодисменты, коллеги от имени Министерства образования, науки и инновационной политики Министерской области, я рад вас приветствовать в этой территории. Ну и, наверное, я не мог сюда не приехать, потому что представляю Министерство, я начальник управления образовательной политики, мне очень каждый город интересно. Но детей только на каникулы отправили, а выйдут в какую-то летнюю школу опять собрались. И при этом, конечно, летняя школа это еще не университет, но мы понимаем, что это первая ступенька может быть университета. Тому направлению подготовки, которое мы избрали. И я уверен, что все те, кто находятся в этой аудитории, вы сегодня потому здесь, потому что вы уже какой-то выбор для себя сделали. И поэтому министерство поддерживает такие школы и будет поддерживать. И мы первый год работаем с университетом, с университетом информатики. Поэтому я хочу пожелать вам только удачи, успеха, чтобы вы все, что для себя там задумали, смогли реализовать на этой детней школе. И затем реализовали себя и в жизни. Поступили туда, в то учреждение, куда хотели бы посвятить. И выполнили все свои задания на отлично в этой школе. Удачи, молодые. Слово предоставляется генеральному директору технопарка Владимиру Ивановичу Никонаву. Честно говоря, приветствуя людей в этом зале, сразу поймешь, кому, собственно, отрисоваться. Потому что, прежде всего, понимаешь, насколько велика история самого этого явления. Полопрограммист. Город Банголь. Ну, строго говоря, когда еще большинство здесь находящихся, вообще этот срок, может быть, даже, так сказать, понять невозможно. Потому что, я понимаю, что здесь ребятишки есть, начиная, может быть, с пятого класса, если еще не моложе. И им это видится целая история. И это действительно так, особенно для тех людей, которые этому посвятили, ну, и свои профессиональные действия. По большому счету, я понимаю, что та слава, которая, так сказать, в свое время была создана именно программистом направления, которое обеспечивалось университетом, она во многом свое начало, чем была в нашей школе. Потому что это такая профессия, в которой, если ты не живешь, то, скорее всего, ты и не состоялся. И действительно, так сказать, приятно, что у сегодняшних ребят, которые отвечают по образованию в школе, у многих уже настолько сильна мотивация, что, похоже, они готовы все забыть, и заниматься исключительно только компьютером. На самом деле, я-то думаю, что вот эти летние школы проводятся еще и для того, чтобы вы, имея возможность общаться между собой, в общем-то, не теряли понимание ценности действительно живого человеческого общения. А то, как у нас возникает гроза, постепенно всем уйти в виртуальный мир, забыв о том, что вообще-то, так сказать, реально долго интересен. Есть виртуальная известность и какое-то отражение. Но не очень сложно. И мне хотелось бы, чтобы каждый из вас использовал эти две недели для того, чтобы подружиться, для того, чтобы действительно связать новые знакомства, для того, чтобы научиться друг от друга перенимать новые знания, новые подходы, и, самое главное, поскольку зарядиться творческими возможностями. И это было бы здорово. Здорово еще и потому, что, на самом деле, мы действительно понимаем, что в ближайшем будущем, может быть, не только в ближайшем будущем, если степень, а также развитие мира, развитие экономики, вообще-то, которое связано действительно с развитием информационных технологий. И это сегодня уже, ну, можно услышать, от того, что он не заключил. Я в этом говорил. Более того, просто, уже видно, что встает на ноги, так сказать, большая инициатива, исходящая от президента Российской Федерации, так сказать, развития или повышение роли России в цифровой экономике, и, в общем-то, пока ты сокричишься. Я думаю, что мы не способны нащупывать тот предел, который, в принципе, это экономика, в принципе, от военной жизни. Все, в чем может прикоснуться человек сегодня, либо можно усилить повысить эффективность за счет применения, так сказать, с учетом технологии, либо, может быть, даже и в целом, просто, в отличие проявления. Поэтому мне бы хотелось, чтобы с первого дня в этой школе постепенно проникались убежденностью в том, что если мы говорим о будущем экономики и технологии в России, то она связана с вами, с учениками ваших. Ну и, так сказать, раз я приветствую, я бы все-таки хотел еще и с благодарностью обратиться ко всем тем, кто организует эту школу уже, действительно, годы 40-х лет, в разности времена, может быть, по-разному, скажем, она подтверждывалась, в разном весе перенетовывалась. Могу сказать, что в этом году да, и организаторы, и в других людей сложности, то сказать, в том, чтобы все подготовить, и я буду успешно провести. Поэтому, естественно, вот эти усилия, они отождают глубокую благодарность. Если уж мне дали слово, как рекомендую сказать, что в общем технопарк это тоже некая система, которая создавалась для того, чтобы снимать ненужные ограничения, чтобы не способны развиваться, в том числе и всеми, так сказать, профессии, связанные с информационными технологиями, ну, поскольку это у нас получается, у нас один из самых крупных, самых крупных властей, в том числе, как раз информационных технологий, которые говорят так, вот что они сегодня, так сказать, как самое большое ограничение испытывают, это достаточно как творчество, талантливая способность, поэтому я думаю, что какой-то сильный универсальный участок в будущем, думаю, что это большое. Ну, а, так сказать, вам можно сказать, что возможно для вас не компакт, это некое подключение в ближайшее, но всегда с удовольствием вам предоставим возможности заниматься у нас, и даже с того, как вы официально получите профессию, в том, как мы активно стараемся работать с людьми, и у нас просто стараемся. Есть такая структура зумер, которая в этом тоже проработана, как раз, ребята в вашем возрасте. Поэтому хочу пожелать успеха, радости от того занятия, которое я вас ожидаю, радости от тех встреч, от того с дружбом, которые я вас ожидаю. Спасибо. Спасибо. Значит, Александр Николаевич Левков, хочу здесь поставить, это «Повышленности, инновации и предпринимательства», это еще города Новосибирска. Я не знаю, что вы здесь получите, в среднем, в среднем, в школе новых программистов». Хочу от имени Мэрии, города Новосибирска, вас поприветствовать, сказать, что я вам рада, что вы здесь получите прекрасное знание, область программирования, ну и вообще повысите свои знания. Хочу сказать, это, потому что я сам испытал на практике, и сам закончил механико-математический факультет нашего университета, как раз здесь изучал программирование, когда еще ДФА-карты здесь были, сейчас совершенно другой уровень техники, но школа, которая здесь заложена, в посреднем городке, я считаю, безусловно, является одной из лучших в мире. Недавно мы отметили 92 года выдающимся российскому ученому Маку Ивановичу Чурку, который как раз и заложил основы на эти технологии, программирование. Здесь у нас, в этом городке, в стране, да и в Мидии, тоже, хостерплан занимался, в общем-то, с английскими, как говорится, товарищами. Что касается города Новосибирска, хочу сказать, что мы сейчас активно разрабатываем, внедряем программу «Ной город», это и регулировка потоков движения транспорта, и новые услуги, и взаимодействие населения с властью, и электронный документ оборот, то есть, та часть электронной экономики, о которой здесь уже говорил директор технопарка Владимир Васильевич Виконов. И хочу сказать, что, безусловно, все это связано с программированием, безусловно, это будет зависеть, это внедрение, в том числе и от вас, от вас будет зависеть будущее нашего города, нашей страны, поэтому мы приветствуем древнюю школу, хотим пожелать вам успехов, и хочу сказать, что вы выбрали прекрасную, мне кажется, специальность, это специальность будущего, и хочу пожелать вам в этом успехах. древней школы. Игорь Владимир Владимирович Воссток, дикамент технопарка нахиматическом входе из университета. Дорогие друзья! До сих пор, сейчас вот открытие закончится, я буду тоже программировать. И программирование удивительно волшебный мир, он дает огромные возможности для творчества, для самоорганизации. И, конечно, основа программирования это математика, базовые знания математики. А знания математики, необходимые для того, чтобы успешно у вас получилась карьера программиста, вы можете получить на лучшем факультете Новосибирского университета и механика математического. АПЛОДИСМЕНТЫ Если для этого все возможности, вот Александр Акулиевич, он не только директор инфраструктурной информации, но и в кафедре программирования механики математического факультета. И если возможно, мы открываем новые проекты, сейчас мы планируем активно развивать управление фитографии, связанное с компьютерной безопасностью, с защитой дамы и многим другим. Поэтому я вас всех призываю после окончания школы поступать в Новосибирский университет на практике математического факультета. И, конечно же, желаю школе хорошей работы, успехов, всего вам самого-самого хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, немножко вот, прежде чем перейти к нашим спонсорам, очень хотелось бы вот у нас в этом году из Америки приехал Юрий Панчул, который в 86-м году участвовал в нашей летней школе юных программистов, и будущим учеником. И вот так вот, я в 81-м году, когда я приняла участие в нашей летней школе юных программистов, после 7-го класса меня пригласили сюда, и вот так это все. Да, потом участвовали в участии, в студентах, в организации, в доме. Вот Юрий, можно у вас пару слов? Экстромтом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Значит, меня зовут Юрий Панчул. Я, значит, родился в Киеве, когда я был в 9-м классе, преподаватель информатики в физико-мотивической школе номер 65, опять из Киева отправил, значит, меня вместе с еще одним учеником из киевской физико-школы при киевском университете вот сюда, в Новосибирске. Вот я, ну, в то время, в общем-то, дети были в такие же группы, несколько другая технология, но, в принципе, были те же самые. То есть, вот, дети делали, значит, синтез речи. Я вот был занят тем, что написал простой, значит, мультитаски. То есть, ну, в то время в летней школе использовались компьютеры MSXE Yamaha на 8-мбитном микропроцессоре ЗАДОК-80, вот, и он работал с очень простой версией операционки под названием MSXGOS, где все происходило последовательно. Вот я сделал проект, в котором с помощью обработки прервания таймерами мы сделали, вот я сделал вместе с моим, а с помощью обработки там самую простейшую, многонасходачность. Вот, и получил за это тепло в первый степень, то есть, было несколько тепловых, где будет везде. Другие школьники сделали, например, синтез речи, что в то время было очень продвинуто для школьников. Вот, и вообще, это было для меня очень сильное впечатление. Вот теперь, о том, что я делаю сейчас, и что я делаю последние 20 лет, это в Калифорнии. Значит, после школы я учился в московской физтехе, после чего я приезжал в Калифорнию, и вначале был занят, значит, распознаванием образов, то есть, оптителем характера Adipation. Вот, после этого я работаю в компании Microtek Research, которая была номер один в области средства программирования микроэлектронных систем, после чего эта компания была работа на Mentor Graphics. Это компания, которая делает средства проектирования электроники. Вот, и с тех пор я сдвигаюсь из программирования в проектирование микроэлектроники, и конкретно сейчас я один из проектировщиков микропроцессорного ядра гипс А6500 с кодовым названием Diamond, то есть, то есть, есть вот ядро А6400 Samurai, и вот следующее за ним это ТАВИ, это ядро используется компанией Mobileye, которая сейчас купила Intel, вот, и Mobileye делает ее основные чипы для помощи водителям во время вождения. Эта компания имеет 75% мобильных чипов этого типа. Вот, и проект, в котором я работаю прямо сейчас, это Redesign Timer, вот, вот, еще один подраздник, который, к сожалению, не могу отношать. Вот, и этот чип будет использоваться для самоуправляющихся автомобилей, которые будут на рынке в 2020 году. Вот, и я попробую вам показать, как инструкторы во время школы, как вы можете понять, вот, основные принципы разработки микроэлектроники, с помощью упражнений с филопрограммой Gatorade, это, вот, да, вот, и вы можете понять, как вам пройти именно в эту область технологий, то есть, где вы уже проектируете микросхемы, а не только их программируете. Спасибо. Спасибо. Значит, как уже здесь и говорили, у нас, естественно, наша летняя школа, невозможно, без поддержки компаний, первых, которые понимают, что им нужны будущие сотрудники. Вот в этом году у нас традиционно поддержала компания Гэмсбайнер Нетворк, значит, Алабар, лично Борис Мелик Файфель, между прочим, да, личный спонсорский вклад внес, значит, другие компании. И, вот, я не вижу полю, ну, да, поля, стром, так сказать, да, новые программные системы, которые, да, на самом деле особо приятно, что это вот директор сейчас генеральной этой компании, тоже вот мой бывший студент, Димаш Сокон, который учился еще первый-второй курс у меня, а сейчас он уже возглавляет такую компанию, в которой, как я понимаю, больше ста человек, да, тоже уже по всей стране. Вот, поля, а что это скажете? Ну, вот, да. Кто уже в Миграфантистике работает, кто уже много сказали про построение карьеры, про будущее и все такое, что я хочу себе к этому добавить, что, неважно, компания маленькая или большая, Занимайтесь чем вам нравится, не предавайте свою мечту. Неизвестно, что вам больше пригодится после этой школы, новые знакомства и новые навыки, но всё, у меня всё. Не смею вас больше поддерживать. Спасибо. Спасибо. Может быть, Коля в аспирантуре живёт? Закончили? Так, Коля ждёт аспирантура. Несмотря на то, что он закончил уже университет, будет повышать свою квалификацию. В самом деле, мы очень рады за то, чтобы все наши выпускники не только становились профессиональными программистами, но и не бросали такую важную часть своей жизни, как на окнах. Это очень важно, чтобы всё у нас происходило гармонично. Так, Ирина. Ирина Крамина. Ирина Крамина. Ну, на самом деле, для моей компании поддержка летней школы – это, ну, скажем, даже честь, да, в каком-то смысле мы это делаем уже, я даже не помню, который год, да? Вот, довольно давно. И, на самом деле, не из-за того, что вот вы придёте ко мне работать, да? Я, честно говоря, когда беру на работу, я не спрашиваю, закончили вы этап, проходили летнюю школу. Я знаю, что участники летней школы вот за эти сорок лет очень многие учились в нашем отличном университете, да? Я знаю, что все те, кто прошли летнюю школу юропрограммистов, работают в очень хороших компаниях, в том числе в мировых хороших компаниях. Поэтому я просто рада за вас, что у вас получилось попасть в эту берегу школу. Я желаю вам хорошо провести время. Я вам завидую по-хорошему, потому что сейчас действительно в мире произошло накопление вот этих цифровых технологий, которые на самом деле сейчас приходят к серьёзной трансформации вообще всей нашей жизни. И, на самом деле, к тому времени, когда вы закончите университет, наверное, будут совершенно другие профессии. Наверное, вы не все станете программистами. Будут, наверное, какие-то профессии, которые мы сейчас даже не знаем. Но вам предстоит применять этот мир в лучшую сторону. И я надеюсь, что вы это сделаете. А вот первый шаг – это такая летняя школа. Удачи вам! Добрый день! Какие красивые, замечательные ребята. Дорогие ребята, уважаемые взрослые. Вы находитесь на территории не только университета, но и так называемого Сибирского отделения Академии наук. И, собственно, все вот это Академия Радок и вот эту науку придумали ученые. Так вот, ученые придумали также и летнюю школу юных программистов. То есть это не являлось мероприятием школьным или университетским, с университетом вместе, да, но именно ученые решили, что вот важно работать с детьми и, соответственно, их учить чему. Ну, словно будущей профессии. Все вы когда-нибудь станете профессионалами, надеемся, высокого уровня. Вот к этому надо идти упорно. И начинается этот путь через увлечение. Вот с увлечением вы уже, многие из вас познакомились, насколько увлекательно вот что-то такое делать. Программирование, так вот, это одна из видов деятельности, где увлечься легко и можно, ну, днями и ночами заниматься предметом своего увлечения. Но вторая часть будущей профессии, это такие фундаментальные, серьезные знания. То есть если у вас будет только увлечение, а не будет знаний, ну, будете, не знаю, сайты делать, но серьезных программ вы не сможете делать, нужны знания. И, соответственно, вот, школа, внешкольные мероприятия, ну, и главный университет дает вот эту самую основу, вот эту базу, на которой будет выстроена профессия. Есть еще третья составляющая вот вашей будущей профессии. Это так называемый научный метод. Вот, в программировании очень часто такая ситуация, что надо сделать то, что никто никогда не сделал. Не сделал. Пытались, может быть, но не сделать. И вот, чтобы сделать то, что другие не сделали, нужно обладать научным методом. Ну, что это такое, я потом объясню. Но главное, что ученые, вот, занимающиеся фундаментальной наукой, очень по существу во всем этом процессе. И мы уверены, что вы пойдете по жизни хорошо, замечательно. У вас будут успеи. Ну, вот, надо понимать, что кроме вот вашего, ваших способностей, может быть, таланта, нужно приложить еще большой-большой труд. Ну, а чтобы ему было не слишком тяжело прикладывать, вот для этого существует увлеченность. Поэтому увлекайтесь, радуйтесь жизни, интересуйтесь много чем, и у вас все получится. А, скажите, портретим вас. Спасибо. Так, ну, хорошо. Значит, чтобы так давно не задерживать, персенсацию не будем, на летней школе посмотрим, на какие все наши исторические моменты, фотографии. Еще раз все, с началом летней школы, Да, все помнят, что сейчас мы выходим на ступеньки и пытаемся сфотографироваться. Да? Всеми большим нашим дружным коллективом. И только потом берем вещи, возвращаемся в 11.56 и бросимся в автобусы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.